Приветствую коллеги, это Тикмел Аналитика и сами я Артур Идиатур. Сегодняшнее видео имеет более образовательный уклон. Мы обсуждаем сегодня взаимосвязь, которая, возможно, существует между индексом S&P 500, индексом доллара и реальными процентными ставками в США в попытке найти связи, которые могут нам позволить понять, что будет происходить с индексом доллара, что ожидать от его динамики в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Итак, если вы наблюдали за тем, как движется S&P 500 и индекс доллара после коррекции в марте, то могли заметить, что движение S&P 500 и индекс доллара, они оформили заметную взаимосвязь. Если мы наложим на график S&P 500, который здесь представлен у нас на картинке красной линии, если мы наложим индекс доллара, причем перевернем, получается, вертикальную ось, то есть инвертируем график, то можно видеть, что вот начиная, ну вот после падения, получается, да, после коррекции на фондовых рынках, они очень тесно вместе движутся, да, S&P 500, получается, у нас растет, индекс доллара у нас, то есть, получается, падает, да, и очень непохожие в этом движении, да, ну, по сути, зеркальное движение, грубо говоря, происходит, причем вот здесь динамика очень тесно, естественно, начинает друг друга напоминать. Количественно же вот это явление можно оценить через корреляцию. Если мы посмотрим на то, как изменялась корреляция в течение этого времени, то есть рассчитаем, по сути, скользящую, да, корреляцию, предположим, рассчитаем 100-дневную, да, корреляцию дневных доходностей индекса доллара и S&P 500, то можно видеть, что у вас в течение времени, она у нас к сентябрю 2020 года, она у нас достигла в минус 0.95, ну, значение в минус 0.95 у нас достигла корреляция, это очень сильная, отрицательная взаимосвязь, то есть, по сути, индекс доллара копирует движение S&P 500, ну, то есть, доходности, да, индекса доллара копирует доходности S&P 500 с точностью до наоборот, то есть, у них, по сути, дзеркальная динамика, да, грубо говоря, наблюдается. Так вот, если мы пользуемся этим фактом, да, то, что у нас существует отрицательная взаимосвязь между индексом доллара и S&P 500, который возник у нас после падения, если мы посмотрим недавнюю динамику, да, доллара, то видно, да, что восстановление у нас индекса, получается, с значения в 91.70 до 94.70 пунктов, оно у нас сопровождалось коррекцией на фондовых рынках, ну, то есть, получается, в рамках той корреляции, которую мы наблюдаем, получается, с марта происходило у нас это движение, рост, получается, у нас доллар и корректировались у нас рынки. Так вот, если полагать, что это у нас корреляция сохранится, то дальнейшее движение индекса доллара вверх можно ожидать только лишь в том случае, если вот у нас дальше в фондовой рынке. Корректируются, в частности, фондовые индексы США. Один из факторов, при этом, который, ну, обуславливает эту взаимосвязь, на которой мы наблюдаем, это инфляционные ожидания, при коррекции на фондовых рынках у нас также снижается инфляционное ожидание. Это хорошо можно видеть, например, из этого графика, где красная кривая у нас инфляционное ожидание, а синяя S&P500. Видно, что у нас рост S&P500 происходил как раз-таки, когда у нас росли инфляционные ожидания. И наоборот, вот здесь с снижением, с коррекцией на фондовых рынках у нас происходила также коррекция инфляционных ожиданий. Ну, то есть, если у нас растут, получается, а если участники рынка ожидают, что у нас растет, будет расти инфляция, то защита от этого является в данной ситуации является как акции, да, как рисковые активы. Ну, и плюс рост инфляционных ожиданий, естественно, сопровождается ожиданиями роста подъема экономики. Это также позитивно для акций, что и вызывает их рост. Так вот, как мы помним, когда у нас растут инфляционные ожидания, у нас также изменяется реальная ставка, да, то есть, если у нас инфляционные ожидания растут, то, получается, также растет и реальная ставка, падает, получается, у нас реальная ставка, и это негативно отражается на долларе. Собственно, поэтому мы и наблюдаем, что с ростом инфляционных ожиданий, с ростом индекса S&P 500 у нас снижается доллар, потому что у нас рыночные инфляционные ожидания, они у нас имеют, они у нас отрицательно взаимосвязаны с индексом доллара. Но все потому, что при росте инфляционных ожиданий у нас снижается реальная ставка, снижается, получается, привлекательность активов фиксированной доходности, которые номинированы в долларах, да, и получается выгоднее искать активы с фиксированной доходностью где-то еще, не в долларах активов, получается, и это вызывает отток из доллара, снижается, получается, спрос на доллар, и он также у нас снижается, получается. Но, если мы будем точнее, важна не просто динамика реальной процентной ставки в США, а ее динамика именно относительно реальных ставок других стран, то есть не просто как у нас растет или падает реальная ставка в США, но растет ли она или падает относительно реальных ставок других стран. Поэтому нам интересен, в первую очередь, спред между реальными ставками США и в других странах. Так вот, если мы посмотрим на то, как изменяется у нас реальная ставка в США относительно реальной ставки в других странах, можно видеть, что спред, да, между реальной доходностью в США и за рубежом, он у нас, начиная, получается, с 2019 года, он снижается, практически он достиг 0,2-0,3%, хотя у нас буквально еще, получается, год, ну, больше полугода назад у нас составлял 2%, вот такой у нас был дифференциал реальных ставок, и можно видеть, что со снижением вот этого дифференциала, вот с сжатием этого спреда, то есть сокращается у нас, получается, привлекательность между американскими активами, ну, фиксированной доходностью, между активной и фиксированной доходностью в других странах, между ними сокращается вот эта привлекательность, получается, разница в привлекательности, точнее, да, можно видеть, что при таком резком сокращении привлекательности у нас очень незначительно скорректировался доллар, совсем чуть-чуть можно видеть, что при дифференциале, который у нас ставок, реальных ставок который наблюдался в январе пятнадцатого года да вот здесь он примерно составлял такое же значение 0,2 0,3 у нас индекс доллара тогда стоил примерно составлял примерно 84 пункта то есть получается вот такая вот коррекция в дифференциале реальных ставок она еще у нас позволяет ожидать что справедливая стоимость доллара она у нас еще не достигнут он должен еще скорректироваться ниже естественно это очень это среднесрочный макро фактор который нужно иметь ввиду то что резкое сокращение вот эта разница в привлекательности между активные сша и за рубежом она у нас не сочеталась с снова не было соответствующего на снижение доллара да и это один из фактор среднесрочного движения доллара который нужно иметь ввиду при этом как мы уже сегодня выяснили в краткосрочной перспективе исходя вот из вот этого движения да у нас рост доллара который мы вот мы наблюдаем он обычно вот в этом периоде происходило за счет того что корректировался именно фондовый рынок корректировался из 500 поэтому можно сейчас также полагать что вот со сохранением той корреляции которая достигнута сейчас это очень сильная отрицательная корреляция у нас движение получается индекс доллара вверх но должно сопровождаться давлением на фондовый рынке свежесть давление на фондовый рынке нас прекращается все основной фактор получается спроса на доллар у нас исчезает у него не остается поддержки поэтому медвежий тренд соответствии со среднесрочными драйвером а это вот дифференциал реальных ставках он у нас начинает возобладал снова возобладает получается и доллар снова придет нас в медвежий тренд но это естественно среднесрочный фактор который нужно иметь ввиду да то что это у нас среднесрочный фактор и следовательно если у нас с коррекции на фондовых рынках происходит усиление доллара а коррекции у нас после марта очень короткие очень несущественные можно видеть что очень быстро если 500 у нас отыгрывает коррекции уходит вверх если полагать что также это продолжится что коррекция будет недолгими да что рынок снова отправиться вверх это еще раз означает что давление на доллар на будет расти он будет продолжать нас в среднесрочной перспективе двигаться вниз вот такие вот у нас есть краткосрочные среднесрочные факторы по индексу доллара именно так он связан с индексом если 500 именно так он связан с реальной ставкой нужно рассматривать не только реальную ставку в сша нужно рассматривать ее движение и поведение относительно реальных ставок в других странах то есть получается насколько привлекательны американские активы активы фиксированной доходности то есть облигации они привлекательны относительно активов в других странах именно это у нас формирует так опосредованным способом да у нас формирует как раз таки спрос на доллар вот такая вот у нас ситуация стоит сейчас по индексу доллара если вам понравилось это видео пожалуйста не забудьте поставить лайки если какие то есть вопросы или комментарии пожалуйста так что не стесняйся их задавать или писать на сегодня у меня все желаю вам всего доброго торгуйте в профит